МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня среда, 12 декабря. В эфире на Уральской вещательной компании информационная программа-объектив в студии Мария Антонова. Я и мои коллеги познакомим вас с последними городскими событиями. Коротко о главном. Бюджет принят 11 декабря. Депутатский корпус во втором чтении утвердил финансовую стратегию Новоральского городского округа на 2019 и плановый период 2020-2021 годы. Сегодня, 12 декабря, день Конституции Российской Федерации. В эту дату мы спросили жителей города, что они знают о главном законе страны. Меняем бонусы на деньги. Мошенники придумали новый способ отъема средств удоверчивых держателей банковских карт. 68 лет лучшая школа искусств Госкорпорации «Росатом» отметила свой день рождения. Теперь об этих и других событиях подробнее. Бюджет на Уральского городского округа в 2019 году составит 4 миллиарда 96 миллионов рублей. 11 декабря на внеочередном и очередном заседаниях Думы положительное заключение проекту главного финансового документа нашего округа дали большинство депутатов. Это позволит заблаговременно начать работу по подготовке городского хозяйства к новому финансовому году. Глава Новоральского городского округа Александр Баранов и председатель Думы Михаил Денисов поблагодарили общественность, народных избранников и специалистов администрации за плодотворное конструктивное сотрудничество. В эксклюзивном интервью Новоральской обещательной компании представители власти рассказали об этапах принятия и дальнейших шагах по реализации бюджетной политики округа. Сегодня произошло значимое событие в решении нашего города. Принят бюджет во втором чтении. Какие достоинства этого события и почему это событие важно для нашего города? Во-первых, на сегодняшний день в хорошем хвостеслов у администрации развязаны руки. До нового года еще три недели. Мы уже сегодня можем планировать расходы следующего года. Надо город чистить, надо с 1 января выдавать зарплату учителям, бюджетникам и так далее. И администрация, и депутаты нашли полное понимание. И таким образом сформулировали решение о принятии бюджета во втором чтении, чтобы уже были понятны расходы, те, которые будут в январе месяце и так дальше. И дополнительно хочу сказать, что в решении согласительной комиссии уже сегодня точно, потому что было это проголосовано депутатами во втором чтении, вошли практически все пожелания, которые были с депутатами, общественностью, городской администрацией при проработке вопроса голосования бюджета во втором чтении. Я много бюджетов принимал, даже не буду говорить сколько, но на самом деле, пожалуй, в этом году наиболее единодушное мнение было депутатов и администрации по принятию решения во втором чтении. Завершается достаточно большой такой объем работы, который был над бюджетом, над проектом бюджета на 19, 20, 21 годы. Я уже говорил о том, что работа над бюджетом, она не прекращается практически никогда. Да, у нас скользящая трехлетка, так называемая, но сегодня очередной такой большой этап мы завершили, утвердили бюджет на 19 год, и сегодня вся бюджетная сфера знает свои цифры. Дальнейшая процедура, она тоже понятна, доводятся уведомления о бюджетных ассигнованиях, доводятся лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств, до получателей бюджетных средств, и они должны за короткий период времени провести определенные процедуры, в том числе и аукционные процедуры по заключению муниципальных контрактов, с тем, чтобы уже с 1 января у нас город и чистился, и убирался, и освещался, чтобы с 9 числа люди работали, чтобы 15, 14, 15 января люди получили уже заработную плату за первую половину января месяца, чтобы бюджетная сфера работала без сбоев. Отметим, что в Новоуральском городском округе 37 муниципальных учреждений, в которых работает порядка 5000 человек. Всего на зарплату работников бюджетной сферы направят 2 миллиарда 536 миллионов рублей, что превышает расходы 2018 года более чем на 234 миллиона рублей, что составляет почти 62% от общей суммы бюджета округа на 2019 год. Конституция должна быть вечной. Такую фразу сегодня произнес Дмитрий Медведев. Премьер-министр Российской Федерации считает, что правовой документ государства провозглашает неизменные устои свободного общества, свободных людей. 12 декабря сегодня в нашей стране отмечают День Конституции. Она является правовым фундаментом государства, та основа, на которой держится законодательная и исполнительная власть. В этом году исполнилось четверть века со дня принятия Конституции России. Мы узнали у новоуральцев, что они знают об этом своде основных прав граждан. Я считаю, что он основополагающий документ. Там предусматриваются права и обязанности граждан, прежде всего, государственный строй, то есть судебная система, органы власти все. Российская Федерация – это демократическое государство, социальное государство. Я считаю, вот это, наверное, самое важное. День Конституции, наверное. А сколько лет отметила? 25. Это права человека на права на труд, на отдых, на пенсионное обеспечение. Пенсионная реформа – вот это. По идее, это неправильно. Они должны были Конституцию поменять, а потом уже пенсионную реформу делать. Конституция – это основной закон нашей страны. Это очень важный документ, который дает возможность людям конституционно выполнять в соответствии с Конституцией, выполнять свои обязанности. Я с обязанностей начала. Но Конституция дает и права. Конечно, большие, огромные права. Человек имеет право воспользоваться своим правом на работу, на труд, на жилье, на медицинское образование, на образование, на обслужение. Очень много прав. Какой сегодня государственный праздник? День Конституции. Сколько лет она отметила? 25. В полицию Новоуральска едва ли не каждый день обращаются обманутые держатели банковских карт. Мошенники, звоня им на телефон, предлагают обменять накопившиеся бонусы на деньги. Такой вид мошенничества появился сравнительно недавно, но он распространяется очень быстро. Количество обманутых растет с каждым днем. Развитие темы в материале Альбины Бабковой. Схема достаточно проста. Мошенники звонят на мобильный телефон, представляются сотрудниками банка и предлагают обменять накопившиеся бонусы за покупки по карте на живые деньги. Заманчивое предложение. Многие соглашаются, потеряв при этом бдительность. Называют свое имя, номер своей банковской карты, три заветных цифры на обратной стороне и СМС-код, который приходит при операциях с картой. И все, со своими финансами здесь можно попрощаться. Таких случаев на Вуральске уже достаточно много, полицейские бьют тревогу. Мы хотим предостеречь всех жителей нашего города, потому что у нас возрастной возраст, это не то, что бабушки и дедушки. Здесь у нас уже есть молодые люди, мамы, папы, совсем работники комбинатов попадаются и другие сотрудники других подразделений. О том, что если вам поступил такой звонок на сотовый телефон, просят назвать ваши банковские карты, номер банковской карты, секретный код, ни в коем случае не называйте. Это мошенники, потому что сотрудники банка никогда вам не позвонят и не будут просить назвать номер банковской карты, а тем более назвать последние три цифры на обороте. Волна подобного рода мошенничеств прокатилась по всей стране. Интернет-мошенничества, особенно с банковскими картами, не теряет своей популярности, поскольку люди продолжают верить злоумышленникам, выдавая им информацию, которую работники банков никогда не попросят. Вот пример из Новуральска. Кстати, их уже очень много. Суммы отъема денег разные от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Вот этому пенсионеру позвонили на сотовый телефон, представили с сотрудником банка и предложили обменять бонусы на деньги. Самое интересное, что он сначала отказывался, но злоумышленники усыпили бдительность гражданина, сказав, что бонусы в размере 8,5 тысяч рублей будут хорошей прибавкой к пенсии. Не заподозрил он неладного, когда при получении смс-кода от банка в сообщении было написано «Осторожно, кажется, вас взломали» и «Не сообщайте пароль никому». Он говорит, вам что, вы пенсионеры, вам что, 8,5 тысяч лишних, что ли? Тогда вы согласились, да? Да, я клюнул. То же самое происходит и на частных сайтах объявлений о продажах. После этого им поступает на телефон, на мобильный телефон звонок о том, что мы готовы у вас приобрести этот товар, но нужно доплату. Вот давайте мы вам переведем маленькую доплату, а потом мы вам перечислим все денежные средства. То есть точно так же в поле банковских счетов денежные средства. Как ни печально, карта банка не является надежным способом хранения денег, вопреки общему мнению. Это лишь удобный инструмент расчета, который вам позволяет легко получать деньги, переводить их, расплачиваться в любой точке мира и прочее, и прочее. Хранить там деньги, а тем более большие суммы, нежелательно, потому что карту очень легко скомпрометировать и потерять все сбережения. Еще раз обращаем ваше внимание, мошенники пользуются доверчивостью горожан. Злоумышленники – искусные психологи, они умеют удерживать внимание и незаметно получать нужную им информацию. Никогда и никому не сообщайте ни номера карты, ни три цифры на обратной стороне, ни смс-кодов доступа. Тем более не переводите деньги на незнакомые счета. Не спешите к банкоматам, когда вам обещают перевести какие-то суммы денег. Тем более, что сотрудники банков о таком никогда не попросят. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. К другим темам. Новоуральские огнеборцы – люди творческие. В эти дни завершен конкурс на лучшее оформление к Новому году частей МЧС Новоуральска. Пожарные в свободное от работы время оформляли фасады зданий, делали тематические выставки. В частности, елочные игрушки на противопожарную тематику, украшали здание и прилегающую к ним территорию. По итогам жюри конкурса отдала победу третьей СПЧ в номинации «Лучший арт-объект». Участие в конкурсе приняли все пожарные части, которые есть в городе, с первой по пятую. Они расположены в разных районах города. К примеру, на улице Дудина, в сквере спасателей, огнеборцы сделали из снега символ будущего года – поросенка. Всем, кто проезжает мимо, он напоминает о неминуемом приближении Нового года. Читай Новоуральск. Мероприятие под таким названием давно стало традиционным в Центральной публичной библиотеке нашего города. В эти выходные прошла книжная ярмарка, куда с презентации четвертого тома современной уральской поэзии приехали авторы произведений. Подробнее расскажет Ульяна Скрыгина. Читайте вместе и будьте счастливы! Под таким лозунгом проводятся читательские марафоны издателя Марины Волковой. Гостья из Челябинска приехала в Новоуральск, чтобы презентовать четвертый том антологии современной уральской поэзии. В книге собраны стихи уральских поэтов за последние семь лет. Издательство Марины Волковой называется «Скромно, чтобы не забыть». Начинала я как издатель детских книг. И вот сегодня я вспомнила, что у нас читательские марафоны идут уже 12 лет. В последние годы я стала активно работать с Виталием Олеговичем Кальпиди. И мы уже сделали совместно целую серию книг, посвященных современной поэзии или книг современной поэзии. На страницах издания можно увидеть стихи уральских поэтов о вечных темах. О жизни общества, о трепетном отношении к родному краю, трогательные строки о любви печальной и светлой. С помощью поэзии раскрывается душа удивительных людей, живущих на родном Урале. В четвертом томе современной уральской поэзии представлено творчество 160 авторов. Новоуральцам посчастливилось лично познакомиться с некоторыми из них – Надеждой Болтачевой и Павлом Проскуряковым. Я попал в четвертый том «Осуп», так называемый, поэзия Урала. Это своего рода доска почеты. Я читал предыдущие тома, очень много находил интересных поэтов. У вас есть новоуральский прекрасный поэт «Аболикшта», она вот вошла в этот том. Я читал, мне стихи очень нравятся. И вот сам попал. Я пишу разные стихи. Стихи для детей. У меня есть и такие, как говорится, настоящие стихи. Пишу датские стихи, пишу тексты песен, пишу музыку к этим песням. Просветительская акция проходила в течение двух дней. Новоуральцы могли посетить книжную ярмарку, где были представлены книги писателей и поэтов Урала. И проведены встречи с творческими людьми. Ведь в центральной публичной библиотеке можно найти не только полезную литературу, но и побывать на интересных мероприятиях. Ульяна Скрыгина, Александр Илюха, Новоуральская вещательная компания. Детской школе искусств Новоуральской исполнилось 68 лет. На 11 образовательных направлениях обучается без малого тысяча детей. Преподаватели и концертмейстеры учебного заведения по праву составляют золотой фонд культуры и образования Новоуральска. Свой день рождения наш храм музыки отметил большим концертом. В холле детской школы искусств в этот день, впрочем, как и всегда, многолюдно. Ребята готовятся к концерту, педагоги настраивают их на успех, везде слышен детский смех. Школа живет яркой, насыщенной жизнью, и это сразу видно. 68 лет – это очень большой возраст у школы, конечно же, значимый. И мы, конечно, гордимся тем, что у нас такое учреждение есть в нашем городе. И благодарны всем, кто в нем трудится, все, кто приходит сюда учиться. И, конечно же, спасибо огромное создателям этого прекрасного учреждения, что в далеком 1950 году, 1 октября, было принято такое решение о создании нашей школы. Сегодня детская школа искусств Новоуральска дважды победитель общероссийского конкурса Министерства культуры «50 лучших детских школ искусств». Победитель отраслевого конкурса «Лучшие учреждения культуры Росатома» в номинации «Учреждение дополнительного образования». На 11 образовательных направлениях обучаются 956 детей. Преподаватели, концертмейстеры школы по праву составляют «Золотой фунт культуры и образования Новоуральска». Детям здесь нравится, они чувствуют себя в школе как дома. Она мне очень нравится, потому что я здесь узнаю очень много нового и провожу здесь очень много времени. Я ее поздравляю с днем рождения, желаю, чтобы у нее появлялись новые педагоги и уроки становились еще более интереснее. Я люблю музыкальную школу искусств, потому что в ней все добрые, веселые и любят музыку. Желаю этой школе счастья, успехов, чтобы была такая же красивая. Мы поздравляем нашу школу с днем рождения. А знаете, сколько лет в школе? 68. Молодец. Любимая школа с днем рождения! При поддержке Министерства культуры Свердловской области администрации, города, отдела культуры, родительской общественности была проведена большая совместная работа по оснащению школы инструментами для детского духового оркестра. Вот и в этот день гостям представили новый инструмент. Все пришедшие в концертный зал услышали звучание чистого серебристого светло-звенящего тембра оркестрового колокольчика «Глокеншпиль». В этот день на праздничном концерте встретились учащиеся и ветераны школы, родители, преподаватели, городская общественность, перед которыми выступили симфонические духовые оркестры, сводный хор и фольклорный ансамбль, театральные и хореографические коллективы, инструментальные ансамбли. Получилось, как всегда, душевно и вдохновленно. С днем рождения детской школы искусств, процветания тебе и творческого подъема на долгие годы. Альбина Бабкова, Иван Ухмяков, Новоуральская вещательная компания. Наш выпуск подходит к концу. Завтра в 19.30 на канале ОТВ смотрите программу «Время итогов» с участием главы округа Александра Баранова, председателя комитета по ЖКХ и жилищной политике Светланы Поджаровой и Сергея Календюка, директора Центрального парка культуры и отдыха. Разговор пойдет о положительной динамике, в части реализации муниципальной программы по комфортной городской среде, а также о сложностях, возникших при благоустройстве некоторых объектов, и в целом об итогах 2018 года и планах на 2019. О ремонте дворов и реконструкции общественных территорий. Давайте посмотрим небольшой фрагмент. Проект «Комфортная городская среда», о котором сегодня говорят абсолютно на всех уровнях власти. Он включает в себя облагораживание как общественных, так и дворовых территорий. Александр Борисович, давайте начнем с того, что Вы скажете об источниках финансирования этого проекта и их суммах, собственно. Городской комфортной средой мы занимаемся уже не первый год. Мы зашли во дворы, три года подряд занимаемся дворами, общественными территориями занимаемся. Но в этом году нам удалось сделать достаточно много, я бы даже сказал очень много, на общую сумму порядка 115 миллионов рублей. Причем я бы подчеркнул, что нам удалось привлечь средства и местного бюджета, и федерального, и областного бюджета. И еще, что очень радует, средства предпринимателей нашего города. То есть мы привлекли 26 миллионов областных и федеральных средств, порядка 60 миллионов средств местного бюджета, и средства предпринимателей составили порядка 11 миллионов рублей. Плюс у нас продолжает работать программа «Делаем для города», которую мы проводим вместе с Уральским электрохимическим комбинатом, и деньги на эту программу тоже выделяются довольно большие, порядка 12 миллионов рублей. И вот эти большие средства были освоены в текущем у нас году. В 20.00 смотрите новости «Объектив». Не пропустите. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин